Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем делать очень простую, но роскошную маску для нашей шеи. Маска это омолаживающая, в ее задачи входит не только придать коже бархатистость, но и разгладить морщины, и подтянуть. Поэтому маска еще с лифтинг эффектом. И сразу говорю, маска это по вашей просьбе, но очень важно понимать, что шея у нас отдельно не живет от зоны декольте и лица. Поэтому желательно, чтобы вы маску наносили на зону декольте, шеи и даже на лицо. Но тем не менее, это самый простой вариант хорошей омолаживающей домашней маски для, прежде всего, конечно, шеи. Что нам понадобится? Нам понадобится либо жирное молоко, либо сливки. Поскольку кожа шеи априори у нас сухая, то я все-таки рекомендую сливки. Причем сливки, чем выше жирность, тем лучше. Свежие пекарские дрожжи. Вы, конечно, можете использовать сухие, но я привыкла вот такие домашние маски делать со свежими пекарскими дрожжами. И для сегодняшней маски нам понадобится куриный желток. Смотрите, на самом деле вы можете варьировать. Вы можете использовать белок, если вам нужен максимальный лифтинг эффект. Но я делаю акцент сегодня на питание. Поскольку кожа вот дряблая, то мы будем использовать с вами желток. Итак, что мы делаем? Мы берем небольшое количество дрожжей. Ну, буквально нам нужно где-то грамм 25. И их заливаем сливками. Предварительно немножечко размешиваем. Для того, чтобы лучше потом было их перемешивать. Так, сливки я беру на глаз. Почему? Потому что у каждого, ну, скажем так, каждый переносит свою консистенцию. И потом сливки будем добавлять в зависимости от размера куриного желтка. Поэтому четких пропорций, точно вам сказать сейчас не могу, все зависит и от размера куриного желтка. И, допустим, если вы планируете эту маску наносить и на лицо, на зону шеи, и декольте, как правильно, то я бы делала двойную пропорцию, посоветовала вам бы делать двойную пропорцию. Размешиваем. Если хотите получить максимальный эффект, вы можете сливки чуть-чуть подогреть. Буквально капелюшечку, чтобы они у вас были не холодные с холодильника, а там комнатной температуры или чуть выше. И к этой массе добавляем куриный желток. Так, сейчас я белок отделю. Белок я тоже не выбрасываю. Сделаю буквально маску, еще одну. А можно, в принципе, вот тоже как вариант эконом, сделать, допустим, для зоны шеи и декольте маску с яичным желтком, а для лица с белком или же наоборот. И вот у нас готовая получилась масса. Эту массу теперь мы наносим с вами на чистую кожу, строго по массажным линиям, желательно кисточкой или ватным диском. Наносим и желательно прилечь. Дело в том, что маска обладает лифтинг-эффектом, поэтому кожу у вас начнет стягивать. Если вы будете ходить, соответственно, под действием силы гравитации у вас все будет провисать вниз. Нам наша задача подтянуть кожу шеи. А если мы с вами будем ходить с этой маской, то у нас будут собираться и морщины. То есть фактически вся маска потянет кожу вперед и вниз. Так вот, для того, чтобы получить максимальный эффект лифтинга, нужно прилечь так, чтобы у вас под шеей был валик какой-то, чтобы кожа на шее и в зоне декольте у вас была расправлена. И полежать с этой маской, то есть время экспозиции, время нанесения 20-30 минут. И помолчать. Если вы наносите еще на лицо, то желательно и помолчать, потому что маска будет растрескиваться, когда вы будете говорить. После того, как вы ее выдержали 20-30 минут, вы идете и смываете обильным количеством воды. И уже смотрите, нужно вам наносить увлажняющий крем какой-то или там ваш уходный, или не нужно наносить. Потому что маска сама по себе очень богатая, очень питательная, но потрясающая. Кожа после нее великолепна. Да, и еще вот, ну для меня как бы само собой разумеющийся, но упуская я иногда такие моменты, любой даже натуральный продукт, особенно в сочетании, может вызывать аллергические реакции. Поэтому, если для вас эти маски или ингредиенты новые, желательно, чтобы вы небольшое количество смешали и сделали аллергопробу. Бывают всякие реакции, бывают всякие варианты. В общем-то, нужно проверить на индивидуальную непереносимость. Поэтому, отныне в роликах буду периодически напоминать, делайте аллергопробы, потому что даже натуральные маски, домашние, могут вызывать покраснение, чувство стянутости, зуд и так далее, тому подобное. В общем-то, в принципе, не на вреде. Но, тем не менее, берите себе на вооружение, делайте вот эту маску. Потрясающий эффект. Кожа будет бархатистая, нежная. Слов нет. Делайте 2-3 раза в неделю, но желательно, конечно, пройти курс. В общем-то, можно делать маски эпизодические, без курса, то есть, по мере возможности, по желанию. Берите себе на вооружение, делайте. Конечно же, преображайтесь. Продолжение следует...